В эфире новости на Саха 24 в студии Павел Танин. Добрый вечер. Центр избирком России дал обратный отсчет до выборов президента, утвердил календарный план избирательной кампании. С 27 декабря по 31 января кандидаты смогут подавать в ЦИК документы и подписи избирателей, необходимые для регистрации. По словам председателя комиссии Эллы Памфиловой, основная часть средств будет направлена в регионы. Наладить отопление в одной из квартир в Илюйске удалось только после вмешательства правительства республики. Весной этого года жительница дома, построенного для детей-сирот, пожаловалась на холодную квартиру Егору Борисову. Решение проблемы руководства взяло под свой контроль. Осенью провели ремонтные работы на 3 миллиона рублей, однако они не дали должного результата. Всего за год прошло 4 видеоконференции с руководством города. По состоянию на сегодняшний день все вопросы решены, температура в квартире заявителя 25 градусов выше нуля. Проводили осмотр, проводили разъяснительную работу с подрядчиками, с муниципальным образованием. И на сегодняшний день мы имеем то, что частично работы по утеплению сделаны. Это дало эффект, и в квартирах у жильцов потеплело. Но в любом случае администрация взяла на себя обязательство продолжить работу по утеплению и завершить замену системы отопления, чтобы это дало надлежащий эффект. Сумма долга по потребленному газу составляет больше миллиарда рублей. Из них просроченная задолженность более 800 миллионов, а общий долг населения – 140 миллионов. Сегодня сотрудники Сахатранснефтегаза и судебные приставы посетили злостных неплательщиков. На рейде побывала и наша съемочная группа. Группа принудительного исполнения по взысканиям выехала по адресам особо крупных должников. Первым адресом рейда стал якутский курорт, в народе больше известный как Грязеличемид Сахату. Произвели акт описи ареста имущества и привлекли должников к административной ответственности. В отношении должника якутский курорт, получается, у нас должности составляет 1 миллион. Если точной цифрой назвать, то 965 тысяч рублей. Большая проблема состоит в том, что должники не платежеспособные, и поэтому большие задолженности, они в основном затягиваются. Эффективность является высокой, именно вот арестов описи, а также привлечение к административной ответственности тоже. Далее по маршруту приставы поехали к предпринимателю Анастасии Гоголевой, которая задолжала около 64 тысяч рублей. На дома должницу не застали. В текущем году службой судебных приставов возбуждено 650 исполнительных производств по судебным решениям о взыскании на сумму более 400 миллионов рублей. У нас сегодняшний день затраты на организацию производственного процесса, получается, кассовый разрыв. Мы, получается, вынуждены кредитными средствами закрывать. Это, конечно, бьет дополнительной финансовой нагрузкой на нас. Чтобы хоть как-то облегчить ситуацию для себя и для должников, газовая компания до конца года объявляет акцию «Прощенные дни» для физических лиц. В это время граждане смогут оплатить за газ без пений за просрочку платежа при условии полного погашения задолженности. Елизавета Васильева, Владимир Павлов, МВК Саха, Якутск. В Якутске определили лучших предпринимателей года. Во время заседания Координационного совета при главе города вручили награды по итогам ежегодного конкурса. По словам организаторов, в этом году он прошел очень масштабно. Принять участие изъявили представители самых разных сфер бизнеса, начиная от общепита, заканчивая розничными магазинами. Как конкурсанты в ходе конкурса представляли разные проекты и свою продукцию, оценивали их сами потребители при помощи открытого голосования. Предприниматели будут задействованы в таких конкурсах, тем больше они себе заявят и тем больше у нас будет развития предпринимательства в нашем регионе, тем более в столице. Если раньше это было спонтанно по выдвижению каких-либо организаций общественных, либо своей организацией, то сейчас они могут в течение года о себе заявлять. Такая оценка дает нам, наверное, возможность развиваться, возможность идти вперед, не оставаться достигнутым, а повышать нашу свою профессионализм. Все больше людей начинают заниматься личными подсобными хозяйствами, причем не только в сельской местности, но и в поселках городского типа. В Хандыге из-за отсутствия сенокосных угодий предпочтение отдают разведению кур и кроликов. Подробности далее. Николай Пономарев трудится в сфере грузоперевозок, а подсобное хозяйство держит для собственной семьи с 1991 года. Были в хозяйстве свиньи, кролики, утки и гуси. Теперь остались одни куры. Говорит, ухаживать легче. В планах купить еще молотняк, кур, уток, цезарок. Питание в основном привозное из оптовых магазинов. Ютей можно на мясо держать, это очень хорошо. В уте три месяца побил и бролиных тоже на мясо хорошо держать. Не сушек на яйцо держать, круглый год яйцо. Поэтому все хорошо. А вот Владимир Пинаев начал заниматься разведением кроликов с легкой руки соседа. Он попросил приютить своих кроликов в количестве пяти штук на зиму. Договорились, что после вернет их, оставив приплод. Вот так и пошло. В 2015 году Владимир в Якутской птицефабрике приобрел 16 кур. Сейчас их свыше восьми десятка. Кроликов около 40 голов. Так что на столе всегда свежие яйца и мясо. Было бы хорошо освоить выделку шкур и изготовление изделий из меха кроличьего. Но это на перспективу. Хозяйства разные, а польза одна. Обеспечение экологически чистыми продуктами. И это не единичное увлечение, а растущий и устойчивый интерес к самообеспечению продуктами собственного производства. Мария Винокурова, Нина Ханарова, Андрей Сокор, Андакасаха, Хандыга. Объединить молодых людей всех на слегов. Такой идеей загорелись в Алекминском районе в уходящем году. В Якутии он прошел под эгидой молодежи. Помог в достижении поставленной цели и первый фестиваль «Вместе в одном ритме». Тему продолжит Елена Фаст. Далеко не всегда молодым и инициативным удается собраться вместе. Алекминский район большой. Усложняет это и сложная транспортная схема. Я, на самом деле, не знаю, кто живет в Винняхе и Чапайе. Они тоже, наверное, друг друга. Учитывая все проблемы, организаторы первого районного фестиваля молодежи «Вместе в одном ритме» разбили район на участке. Плюс в том, что мы смотрим здесь и для себя отмечаем уже более активные, спортивные молодежь, где больше нас, где более мастера у нас какие есть, потому что мы всех не знаем. Поэтому для этого и сделан фестиваль. Самое главное – активизировать молодежь, выявить самых наших лидеров, активистов, спортсменов, творческих молодежь, мастеров наших, чтобы выявить и в дальнейшем с ними сотрудничать, сработать, их вытаскивать, знакомиться всеми. Фестиваль дает возможность не только встрече, но и помогает найти новые таланты по всем направлениям. Неспроста в программу включены творческие номера, выставки мастеров и мастериц и спортивные соревнования. «Редко встречаемся с другими людьми, молодыми, которые живут по соседству с нашим населенным пунктом. Они открывают новые знакомства для нас, обогащают нашу культурную жизнь и, конечно же, здоровый образ жизни. Мы играем в волейбол, канат. Хотелось бы, конечно, чтобы такие встречи были на протяжении всего года». Самое важное, что мероприятие востребовано адресатами. Участники не просто общаются. Во обсуждении они вносят свои предложения и идеи, которые буквально с колес воплощаются в новые проекты. Елена Фаст, Максим Копылов, НВК Саха, Олег Минск. В течение нескольких дней Якутия представляла свои достижения в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве. Павильон площадью 5000 квадратных метров оформлен в стиле старого города. Это помогло создать комфортную атмосферу. Свои стенды представили вузы Якутии, компании, а народные умельцы показали свои уникальные творения. Особый интерес вызвал павильон «Вкус Якутии». Продолжение развития межрегионального сотрудничества к нам приехали коллеги из правительства Башкортостана. После подписания главами наших субъектов соглашения сотрудничества сегодня мы с Рустом Хабибовичем, премьер-министром Башкортостана, подписываем план мероприятия реализации этого соглашения. И, конечно, мы надеемся на то, что в ходе вот этих дней, встреч, которые сегодня пройдут, мы найдем новые точки сотрудничества и постараемся углубить наши отношения, как экономические, гуманитарные, культурные, и, надеюсь, и в сфере туризма тоже. Там же в Москве прошел Кубок мира по масс-рестлингу на призы руководителей Якутии. Оплодателем типу титула чемпиона в супертяжелом весе стал американец Мартин Слицес, который выиграл якутиянина Сергея Фролкина. Третье место в этой весовой категории занял легендарный Виктор Калибовчук, который с 2010 года был непобедим в этом весе. А спорт Якутии очень хороший. И та динамика, которая сегодня есть в Якутии, такой динамики, кстати говоря, нет в других наших субъектов Российской Федерации, в других республиках. Поэтому вы молодцы. А в Якутске дворец спорта «50 лет победы» стал местом встречи лучших волейболистов региона. В Кубке Федерации волейбола республики приняли участие по 10 женских и мужских команд. Кто в упорной борьбе завоевал звание сильнейшего, узнавала наша съемочная группа. Это нападение стало решающим в финальной встрече команды Намского Улуса против Сбербанка. Сильная подача, блок, точные доводки и хорошая защита обеспечили уверенную победу. С общим счетом 3-0 выиграли намские спортсмены. На третью ступень педестала поднялась команда Чуропчинского Улуса. Вчера мы сыграли полуфиналю Чуропчой. Это неудобный соперник, быстрая игра у них. Но в финале сегодня все мысли собрались. Игру показали хорошую, я думаю. У нас еще не хватает защиты, надо добавить быстроты, динамики. На самом деле не показывали сегодня свою игру. Весь турнир шли отлично, играли сильными равными командами. Выигрывали их уверенно. Сегодня, видимо, не наш день. Но и намцы хорошо сыграли. Ведущие игроки у них играют. Поэтому молодцы, заслужили. Приема не было, соответственно, не было атаки. За счет этого, считаю, проиграли. Среди женщин в финале на площадку вышли команды Амга и Сбербанк. Как и все ожидали, в этой встрече победили амгинские девушки. Они оказались намного подготовленными и показали слаженную игру. Более-менее легко пыталась. Сыграли. 3-0. Более тяжело сыграли. 5 партий играли. И выиграли 3-2. А на чем еще надо поработать? Чего не хватает? Ну, надо поработать на защите, прием. Два дня подряд любители волейбола смогли насладиться игрой лучших из лучших. Ведь приехали победители предварительных турниров. А по итогам Кубка Федерации Волейбола были вручены еще и специальные призы. Все сильнейшие игроки. И появилась молодая поросль. И еще появились, скажем так, новые игроки. Из-за пределов, но уже они играют в командах. Волейбол можно смело назвать спортом номер один в республике по массовости. На сегодня более 40 тысяч человек занимаются волейболом. А юные спортсмены успешно выступают на дальневосточных соревнованиях и первенствах России. К этому часу у нас все. Развитие событий узнаете из следующих выпусков. Хорошего вам вечера и до встречи на нашем канале.